Звучит музыка Вы знаете много графических материалов, такие как классик жанра карандаши, а также уголь, сепия, пастель. Но многие из вас удивятся, узнав, что акварель тоже может выступать в роли графического материала. И сегодня у нас с вами будут цветные акварельные зарисовки. Я подготовила акварельную палитру. Вот эти номера соответствуют номерации акварельных красок Невская палитра. Очень хорошие краски. Номера отдала просто так, чтобы тем, кто увлекается акварелью, было бы возможным именно вот эти номера приобрести и пользоваться именно этими красками. Но это совершенно необязательно. Можно даже использовать наборы для школьного творчества. И успех, я думаю, от этого не зависит. Главное, чтобы палитра была организована. Ну, если у вас готовый набор, она и так организована, там определенным образом лежат краски. А если вы покупаете в кюветах или в тубах краски, то обязательно выкладывайте их определенным образом. Я выкладываю их по цветовому кругу от желтых тонов через оранжевый к красным. Затем бордовые, фиолетовые, дальше цвета становятся более холодными, синие, голубые, зеленые и заканчивают мою палитру, как правило, земляные оттенки. Вы можете формировать свою палитру по-другому, но палитра должна быть обязательно организована. Чтобы художник даже в темноте мог что-то рисовать, просто попадая рукой в то место, в которое у него всегда лежит одна и та же краска. Это, конечно, шутка. Но тем не менее, если вы всегда будете организовывать палитру определенным образом, то есть выкладывать краски в те места, в которые всегда выкладываете, не путать их местами, то процесс живописи вам будет доставлять больше удовольствия. Вы не будете путаться в красках, все время искать нужную краску. Они у вас всегда, каждая красочка будет на своем месте. Итак, акварельные зарисовки. И сегодня мы с вами будем рисовать яблоко и еще полуяблоко. Такой несложный сюжет, но тем не менее, который часто встречается нас и в натюрмортах, и в портретах. Иногда вот любят писать с яблоками. Сейчас я как-нибудь его так поставлю, чтобы свет падал поинтереснее. Были какие-то вот завязки, рефлексы. Вот. Итак, с чего же мы начинаем? Начинаем мы с рисунка. Как и во всех зарисовках. Но. Тут мы должны с вами учесть, что линия, которую мы проведем, уже никуда не денется. Мы ее ластиком не сотрем, потому что и рисовать мы будем с вами кисточкой. И давай тон, и цвет. Кисточка. Это у нас зарисовка. Если бы это была живописная работа, конечно, мы бы как-нибудь подготовились. Наметили контур карандашиком, что-то потерли, что-то исправили. Но, так как у нас зарисовка художественная, красочная, то мы с вами будем работать сразу кисточкой и красками. Для этого нам понадобится палитра, как я уже сказала, кисточка, водичка, я уберу ее за кадр, и тряпочка, чтобы промокать кисточку. Важно сделать эту зарисовку быстро, не растягивать ее во времени и не превращать в полноценную живописную работу. Все-таки, не забываем, мы делаем с вами зарисовку. Кстати, для зарисовки не обязательно использовать акварельные краски. Можно делать их жидким маслом, можно темперой, можно гуашью. Главное, чтобы работа у нас шла быстро и чтобы это был тоже такой вот наброс. Не совсем набросок, но наброс. Можно делать вообще одним цветом. Как вот карандаш у нас имеет черный цвет. Черный цвет, также мы можем взять любой цвет из этой палитры и сделать зарисовку одним цветом. Но я буду делать полноценную зарисовку. Итак, заливаем всю площадь вот этого яблочка. Нам хорошо тоже так, может быть, со стеклышком поработать, поняв, что это за пятно. Ну, вот напоминает овал, немножечко наклоненный по оси влево. С небольшим вот тут вот срезом. И смотрим, какой тон в этом пятне самый светлый. Ну, предположительно, вот этот, но это блик. На него мы не ориентируемся. Этот блик мы оставляем белым пятном. Или же потом можно поставить такую искорку белой краской, если мы рисуем пастозными материалами, такими как гуашь, масло. Вот, но все-таки, так как мы с вами работаем сейчас с акварелью, вот это вот светлое место, блик, мы оставим незакрашенным. Поэтому смотрим, какой тон у нас самый светлый. Ну, возможно, вот этот вот тон у нас самый светлый. Это зелено-желтый с таким достаточно холодным оттенком. Поэтому я воспользуюсь лимонной желтой. Стараюсь, чтобы особо сильно не текло. У меня красочка, потому что у меня палитра стоит вертикально. Вы, когда будете делать зарисовки, конечно, у вас будет лежать на столе. Горизонтально и не будет так течь. Поэтому сразу прошу прощения, если у меня краски будут натекать друг на друга. И немножечко добавляем изумрудочки. Чуть-чуть она придаст такой зеленоватый оттенок, но тем не менее не уберет вот этого холодного, холодного света из желтой краски. И рисуем раз. И заливаем полностью вот этот наш с вами овал наклоненной по оси. полностью заливаем, оставляя блик, как мы с вами договорились. Опа! Вот отлично! Дальше пусть немножко посохнет. Нашу выемку я здесь зря оставила. Мы тоже уберем. И нарисуем яблоко в разрезе, которое вот так лежит. Оно вообще светлое. Светлое и такое вот, я бы сказала, охра здесь. Потеплее. Раз. Наша задача сделать зарисовку быструю. Не забываем об этом. Живопись мы здесь давать не будем. Поэтому рисуем быстро. Что? Опять поводим. Вот так вот. Чтобы изображение не двоило, когда мы работаем со стеклом, я забыла в прошлом уроке сказать, один глаз мы закрываем, потому что у нас стереозрение двумя глазами. Когда мы смотрим близкие предметы, нам сложно вот так вот сделать контур, потому что один глаз у нас правый, вы удивитесь, а другой левый. И они находятся на определенном расстоянии друг от друга. И близкие предметы мы видим немножко, правым глазом и левым с разных ракурсов. И изображение так немножко двоит. Поэтому глазик один закроем. Если мы работаем со стеклышками, рекомендую работать со стеклом. Очень хорошее упражнение. Что это такое? Ну, вот такие вот две половинки, сросшиеся по оси. Можем наметить вот эту вот ось. И вот эти вот две половиночки. И раз. И два. И тоже закроем полностью самым светлым тоном. Оно еще даже светлее, чем вот это яблоко, которое стоит. Бликов у нас нет. На этом среде поэтому ничем не оставляем. Вот так. И вот эта вот сфера низ яблока достаточно, если взять самый светлый тон, он достаточно темный. Да? Вот этот вот тон, он гораздо темнее, чем вот самое светлое место, которое у нас вот в этом цельном яблочке. Да? Но тоже в пределах тех же тонов. Живопись не разводим. Вот у нас зарисовка. Поэтому не будем искать множество цветовых оттенков. Обойдемся такими условными цветами. Так. Ну и изумрудочки немножко добавлю. Лучше больше трех красок не смешивать, чтобы грязь не была. И заливаем. Делаем такую полусферу. А вот наша с вами лежачая яблочка. Половинка. Не добрала я по тону. Добираем. Отлично. Вот. И сейчас поработаем над вот этим цельным яблочком. Быстренько работаем. Тоже охра красная. Зеленый. Травяной. Вот здесь вот. Раз, 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 раз. Небольшой рефлекс, как мы видим, теплый. Это отражение вот от этой плоскости. Половинки яблока. Вот. С этой стороны цельного яблока мы видим небольшой такой вот светящийся пятачок. Вот если присмотреться, его видно охристого оттенка. Это и есть рефлекс, отбрасываемый вот этой срезанной плоскостью. Она достаточно светлая, светящаяся. И поэтому и отбрасывает такой теплый рефлекс вот в эту сторону яблока. Ну, не будем задерживаться. Оставим большое местечко, потом охрой его сделаем. Дальше цвета становятся более теплыми. Быстро работаем, стараемся. Вот тут видим сиреневый оттеночек. Ну, ну как же нам? Совсем без живописи-то невозможно же. Любим мы ее. Хотя не забываем, что делаем графику немножко сиреневого. Охра в рефлекс. Так. Закруглим яблоко. Вот здесь вот у нас темное пошло. Темноватенькое. Воронка, из которой растет эта плодоножка. Тоже достаточно темное. Раз. Уплотняем тон. Вот здесь. Уплотняем. Да, потому что вот это самое светлое место. И сглаживаем. Сглаживаем полусухой кисточкой. Опа. И здесь немножко загладим. Чтобы вот этой вот драностей не было. И сейчас немножечко поправим. Что у нас вот здесь вот, да? Немножко у нас. Убежал контур. Поправим. И половиночку яблока разрезанное. Наметим. Вот. Вот. Да. Ну, место черненькое. То, что у нас осталось от цветка. Соцветия. Когда сел цветок яблони. Вот у нас остался такой. От него. Вот эта махрушка. Рудимент. Так. Что еще? Травяная. Немножко желтый. Внизу. Рефлекс. Видимся, да? Засвет от поверхности, на которой стоит яблоко. Обязательно. Светлое место. Рефлекс. Не забываем про рефлексы. Рефлексы, которые под тенью. Это засветы от поверхности, на которой стоит предмет. Это важно. Потому что именно вот эти рефлексы делают наш предмет. Придают ему объем. Делают объемным. Так. Вот тут потемнее. Немножко не добрала я по объему. Но сейчас доберу. И как раз рефлекс дам. Этим добором. Раздам этот рефлекс. Рефлекс я сделаю вот такого необычного цвета. Ну, хочется мне. Тем более я вижу там такой вот холодный оттенок. А цвет сам по себе хорош, красив. Надо же его использовать. Конечно, надо. Вот. Рефлекс. Потом тенью мы его выделим. Этот рефлекс. И вот эту ось, серединку. Где у нас находятся семечки. Берем такие теплые оттенки. С темными. И раз. Здесь у нас потемнее. Здесь посветлее. И вот эти вот сами места, где пленкой отделены семена от самого самой мякоти яблочной. Вот в таких пленочках лежат семечки. Это легко увидеть, если разрез яблоко. Тут тень. Видим, да? Вот от того яблока, который у нас стоит. И размываем без резких. Делаем перья. Перепадов. Все у нас сглажено. Не добрали немножко по тону. Здесь добираем по тону. Опа. Отлично. Отлично. Вот так. И чтобы выделить вот эту вот мякоть, чтобы она прям так засветилась, ну, во-первых, она не такая однородная, можно немножечко в нее добавить охры где-то в каких-то местах, чтобы она не была просто закрашенной поверхностью. Немножко добрать по тону вот это место все-таки потемнее. тоже берем травяной зеленый. Тоже берем травяной зеленый. Тоже берем травяной зеленый. Еще. Немножко его повеселее сделаем, потеплее. Яблоко сделаем немножко более аппетитным, потому что сильно зеленый цвет у яблок, он кислит визуально. Возможно, это сладчайший яблок может быть, но на картинке выглядит кислым. Поэтому, если хотите, чтобы фрукты у вас выглядели такими вкусными, добавляйте теплых оттенков, даже в зеленые, холодные зеленые тона. Ну вот, осталось сделать вот эту вот плодоножку. Это у нас такая решенка на торте. придаст даже такую вот красоту, натуральность. Красота. И немножко я, может быть, подвыделила бы вот это вот место. И дадим немножко падающих теней для того, чтобы выделить наши предметы, как бы оторвать их от белого цвета листа и поместить их в среду, в пространство. Много и на уроках об этом говорили, что все предметы у нас живут в живописном пространстве. Не сами по себе висят где-то в белом космосе, а в окружении. В окружении других предметов, в окружении фона. Ну и вот этот фон таким вот сероватым. Его и сделаем. Не будем выдумывать других цветов. Сероватый фон. Сейчас у нас сразу выделятся рефлексы на поверхности предметов. Опа. Сразу проявляется этот рефлекс. Прямо засветилось яблочко. Уже даже убирать придется слишком активный этот рефлекс. Здесь потемнее сделаем. Чуть потемнее вот так. И немножко такую среду поместим. Живописную тут немножко охра. И вот этого красивого цвета. Почему нет? Пусть будут, пусть живут в пространстве живописном. немножечко заглушу вот этот голубой рефлекс. Чуть-чуть его сделаю более мягким, притушу, а то прям неоновым таким горит он. Просто можно полсухой кисточкой раз. Помягче контур. Ну вот такая быстренькая зарисовочка акварелью. вы тоже можете это сделать. Не обязательно акварелью. Можете сделать любым живописным материалом. И акрилом, и маслом жидким. И пастелью. Тоже классический графический материал пастель. Присылайте свои работки. Будем смотреть, радоваться. Всем пока. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал изо-студии имени Типашкина Виктора Алексеевича.